Друзья, всех приветствую в начале очередной торговой недели. Мы снова на финансовых рынках и продолжаем говорить о ключевых фундаментальных событиях, которые влияют на динамику финансовых активов. Не забывайте подписываться на наш youtube канала Маркетс, оставляйте ваши вопросы в секции с комментариями и конечно же не забывайте ставить лайки. Также напоминаю, что в описании к этому ролику вы всегда можете найти ссылку на наш официальный телеграмм канала Маркетс с торговыми идеями, в котором каждый день, включая выходные, мы постим и размещаем дополнительный аналитический контент вам в помощь. Поскольку сегодня понедельник в 15.00 по московскому времени состоится традиционный для этого дня вебинар. Правильный понедельник, причем тему этого вебинара я предлагаю определить вам. Буквально после записи этого эфира в нашем телеграмм канале мы проведем опрос, предложим несколько тем на выбор и та, которая вам приглянется, станет центральной в ходе моего предстоящего выступления. Ну что ж, торговая сессия пятница, это день коррекции. Вы знаете, после того стремительного и мощного ралли, которое мы наблюдали по слабости доллара и росту рисковых инструментов, это было вполне логично, потому что есть такое понятие, как эффект пятницы, когда перед выходными, если в течение недели состоялось ралли, трейдеры фиксируют результаты ранее открытых сделок. Есть ли какие-то фундаментальные предпосылки для того снижения по риску и росту доллара, которые мы наблюдали? Конечно же нет, потому что весь тот фундаментальный фон, который нам удалось проанализировать буквально до закрытия торговой сессии пятницы, явно указывает на то, что доллар должен остаться в числе аутсайдеров. Потому что каждый отчет, который мы с вами разбирали подробно, свидетельствует о том, что американский регулятор на заседание фактически уже через две с небольшим недели с большой долей вероятности сохранить ставку на прежнем уровне в районе 5%. Что касается фундаментального фона прошлой недели, статистики было очень много и каждый отчет, опять же, подсветил возможности слабости доллара. Индекс потребительских цен, основной показатель инфляции снизился с 6 до 5%. Индекс цен производителей. Этот релиз важен тем, что многие считают его даже опережающим индикатором будущего показателя инфляции. Здесь тоже был зафиксирован серьезный спад с 4,9% до 2,7%. Причем снизилось также и базовое проявление индекса цен производителей. Снижение с 4,5% до 3,4%. Вкупе вот этих двух релизов можем сделать вывод о том, что инфляция в американской экономике действительно продолжает замедляться. Это серьезный устойчивый тренд и лично для меня очень хорошее основание, чтобы принять решение, что нет необходимости американскому регулятору сейчас создавать дополнительную нагрузку на банковскую систему и даже идти на повышение ставки скромным шагом в 25 базисных пунктов. Я делюсь с вами своей субъективной точкой зрения, считаю, что это решение было бы тактически верным, оправданным. Хотя понимаю, что если мы сейчас посмотрим на инструменты AdWatch, все-таки многие представители индустрии, скажем так, которые принимали участие в вопросе, придерживаются другой точки зрения, считают, что американский регулятор может пойти на еще один шаг и повысить процентную ставку на 25 базисных пунктов. Из других релизов дефицит, друзья, бюджета вырос за один месяц больше чем на 100 миллиардов долларов, до 378 миллиардов. Первичные заявки на пособия по безработице, которые свидетельствуют о слабости американского рынка труда, достигли по числу максимального показателя с начала прошлого года. Ровничные продажи – это, наверное, последний оплот был для тех, кто считал, что фундаментальный фон не настолько плох и рассчитывал в виде все-таки более-менее хорошей цифры. Ну и по ровничным продажам было татально расчарование, потому что снижение в прошлом месяце составило 1%, прогноз был на отметке 0,4%. Сегодня, кстати, на своем вебинаре, возможно, я попробую чуть-чуть проиллюстрировать ситуацию с ровничными продажами, если, конечно же, тема доллара вам будет интересна. Покажу график, который явно указывает на то, что с потребительской активностью, ну прям серьезные проблемы в США. И еще один фон, связанный с долларом, это протоколы последнего заседания американского регулятора, которые явно показали беспокойность голосующих членов Федрезерва за перспективу роста национальной экономики. И многие из них считают, что последствия краха банков, о котором мы говорили некоторое время назад, будут иметь очень такой серьезный негативный эффект и спровоцируют так называемую умеренную-мягкую рецессию американской экономики под конец этого года, причем потом на восстановление понадобится несколько лет. Я согласен с такой точкой зрения и допускаю, что рецессия может произойти даже раньше. Поэтому отсюда делаю вывод, что из-за снижения инфляции, из-за сохраняющейся неопределенности в банковском секторе, из-за таких плохих макроэкономических отчетов, я просто не могу представить себе риторику американского регулятора на заседание, что мы считаем, что уместно повысить процентную ставку снова на 25 базисных пунктов. Мне кажется, это будет абсолютно нелогичное решение. И поскольку я придерживаюсь другого сценария, я советую вам тоже смотреть на индекс доллара, как на инструмент, который обновит локальные минимумы. Кстати, на прошлой неделе они составили 100.45 и протестируют поддержку 100 пунктов ровно. Золото. 2004 доллара за тройскую унцию. Тоже коррекция здесь не заставила себя долго ждать. С отметки 2040, по сути, золото улетело к поддержке 2000. Я все еще сторонник того, что будет перехай, причем не локальных максимумов, а исторических. Если мы оценим инструменты и данные показатели CFTC, Американской комиссии по торговле товарными фьючерсами, сможем легко убедиться в том, что по-прежнему институционалы сидят в золоте. Количество контрактов спекулятивных больше 190 тысяч, и это соответствует максимальному показателю, ну, собственно, как и неделю назад, больше, чем за год. Я сторонник того, что золото тоже будет подогревать слабости доллара, о чем, в принципе, уже сказал, и рассчитываю на то, что рынок драгоценных металлов, но сейчас точно будет глупо списать со счетов и не перестать верить, точнее, в то, что сможет выйти на развитие восходящей динамики. Черное золото, то есть нефть 86,31, как ранее комментировал, что я все-таки принял решение открыть длинную позицию, причем, как бы, мотивацией для открытия длинных позиций выступил факт значительного сокращения предложения из-за последнего решения страны ОПЕК дополнительно сократить производство нефти на 1,6 миллиона баррелей в сутки. И после этого решения Международное этическое агентство опубликовали прогноз роста спроса на нефть, который в этом году может составить 101 миллион баррелей в сутки. То есть, фактически, это означает, что рост до конца этого года может увеличиться на 2 миллиона баррелей в сутки, а общее глобальное предложение за счет осеннего решения страны ОПЕК снизить добычу и последнего может просесть на 3,6 миллиона баррелей в сутки. Здесь, конечно же, нужно сделать очевидный вывод, что пока что на рынке очень великая риска дефицита. Поэтому я, Brent, в принципе, с WTI такая же ситуация, рекомендую покупать и ждать, в частности, по Brent 90 долларов за баррель как минимум. Доллар канадец 1,3357. На этой неделе будет очень много отчетов по Канаде. В частности, завтра выйдут данные по инфляции. В Канаде состоится выступление главы банка Канады Тифа Маклима, а в пятницу будут тронечные продажи. Я рассчитываю, что эта статистика вкупе с потенциальным ростом нефти смогут помочь нам добить до нашей цели 1,33. На прошлой неделе до этой цели нам не хватило всего лишь 1 пункт, друзья, потому что минимум был 1,33,01. Текущие котировки 1,3357, то есть короткая позиция в приоритете. По австралийцу 0,6708 текущие котировки, хай прошлой недели, конца прошлой недели был 0,6803. Здесь я поздравляю вас, потому что мы достигли нашей цели 0,68. Нам помог рынок труда Австралии, который превзошел все самые смелые ожидания оптимистов. По факту, в прошлом месяце австралийская экономика создала 53 тысячи новых рабочих мест. Прогноз был 20 тысяч рублей. Безработица остался на отметке 3,5%. И европейская валюта 1,0980, текущие котировки. Очень много было сказано о привлекательности евро по сравнению с долларом на прошлой неделе. Я предлагаю транслировать фонд прошлой недели на эту неделю. И среди факторов поддержки, помимо последнего релиза по росту промышленного производства еврозоны, снова стоит отметить уже новые комментарии других голосующих членов Европейского центрального банка, главы центрального банка Австрии Холлисмана, члена Совета управляющих ЕЦБ Васли и главы Бундесбанка Нагеля, которые единогласно подтвердили идею того, что рост базовой инфляции, которая остается проблемой для европейской экономики, будет мотивацией для ЕЦБ повысить процентную ставку на 50 базисных фондов на заседании, которое состоится также фактически через 3 недели. Отсюда делаем вывод, что евро может снова легко преодолеть сопротивление 1,10, и в этот раз уже закрепиться выше этой планки и пойти на новые максимумы. На этом, собственно, все, друзья. Большое спасибо за внимание и хорошей торговой недели. Всем пока!